Ну что же, программа «Наше утро» продолжается в студии Марина Гест и Панарефев. И только позитив и хорошее настроение. Да, совсем скоро приближается новый учебный год. Да, скоро школа, детки начнут опять заниматься, грызть гранит науки. Да, дорогие телезрители, а ваши дети занимаются еще чем-нибудь помимо школы? Да, ходят ли в какие-то кружки, секции? Вот если вы не отправили их никуда, то самое время заняться им техническим творчеством. Да, а вот что это такое, мы узнаем у нашего гостя. У нас в студии Владислав Халамов, директор Дома детского и юношеского творчества Челябинской области. Доброе утро, Владислав Михайлович. Здравствуйте. Ну вот расскажите, что такое техническое творчество? Это самое главное творчество, которым должен воверить ребенок после того, как он изучает уроки. Это математика-физика, воплощенная в материале. Вот хотите, чтобы ваши дети хорошо учились? Хочу. Они обязательно должны заниматься после уроков техническим творчеством. И неважно, судомоделирование, авиамоделирование, роботы, они обязательно должны прийти этим позаниматься. Ну а это как? Это простые конструкторы или это что-то прям вот они... Какая-то прям программа специальная. На сегодняшний день такой большой выбор, то есть у вас есть возможность, чтобы ребенок занимался и с конструкторами, и чтобы он и с деревом работал, и с любым материалом, и чтобы у вас были простые конструкции, они летали, плавали, чтобы были очень сложные, напичканные электроникой, на любой вкус. Ну вот скажите, вы сказали физика, математика, да? А вот есть же дети гуманитарии, которые больше любят литературу, историю. Почему им нужно? Они могут, кстати, собирать и читать стихи. А у нас гуманитарная составляющая, есть презентации всех проектов. Даже российским, вот на российских олимпиадах проекты презентуются, должны быть зрелищно. Но когда мы ездим на мировые соревнования, тут надо сделать то же самое еще и на иностранном языке, на английском. Поэтому гуманитариям самое место в техническом творчестве. Но вот смотрите, вы же тоже не стоите на месте, вы развиваетесь, и в этом году у вас появился кванториум. Вот что это такое? Расскажите об этом. Какие новинки? Самый современный технопарк, вот все, что мы делали много лет, а теперь то же самое, но с очень современным оборудованием, с замечательными педагогами, которые прошли специальное обучение и в прекрасных новых помещениях, на двух площадках, в Челябинске и в Магнитогорске. Такой современный детский технопарк, где то, что увидят дети, они еще нигде не видели. Так, ну вот так хорошо. Я готова уже вести. Скажите, сколько это стоит? Очень много детских мест бесплатные занятия. Те, кто не успеет записаться в августе-сентябре, им будет предложено дополнительно вне бюджетные занятия. А где записываться? Как, когда, куда идти, что делать? До какого августа? До какого числа? До какого августа можно приходить прямо сегодня. Есть сайт учреждения, на котором можно записаться на любую из площадок, позвонив по телефону и увидев на сайт Дома иношеского технического творчества. А детки какого возраста должны быть? Какой возраст у вас? Вообще, вы не поверите, но начиная с детского садика. Да? Да, самые младшенькие от 3 до 6 лет, но это отдельно. Давайте мы говорим про это отдельно, их тоже можно записать. А вообще с 6 до 18 лет, вот с 1 класса и до окончания института фактически можно записывать детей. Так, вот Степан хочет теперь своих вести, и я хочу, по-моему, я успеваю быстрее, Степан. Ну, это мы еще поговорим. Ты опаздываешь. Владислав Николаевич, ну вы так азартно обо всем этом рассказываете. Скажите, достижения какие-нибудь есть у ваших чемпионов мира, Европы, планеты, космоса? Вы знаете, Челябинская область, она исторически показывает хорошие результаты на самых разных соревнованиях. У нас сначала в этом году вернулись с победами по робототехнике соревнований по робототехнике. Вот буквально недавно с чемпионата Европы вернулась девочка, привезшая золотую медаль и мировой рекорд по времени среди скоростных моделей. Буквально на прошлой неделе у нас с чемпионата России вернулись авиамоделисты с наградами. То есть ваши ребята, да, которые вы нам живете, ваши дети, они обязательно еще будут и... И по России покатаются, и по миру. Ну что ж, большое спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Да. Ну, действительно, очень интересно. Да, у нас в студии был Владислав Халамов, директор Дома детского и юношеского творчества Челябинской области. Да, ну а вот какие предметы должны еще войти в школьную программу, давайте узнаем мнение горожан. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...